Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван. Я вас рад приветствовать. В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о применении камфоры в домашнем хозяйстве, а также для защиты растений от вредителей и даже некоторых болезней. Камфора является весьма старинным способом лечения различных заболеваний. В терапии она применяется для всевозможных растираний. Ее вводят также внутривенно, как сердечное средство, и так далее. Но поговорим, конечно, не о здоровье, а о, вернее, здоровье, но здоровье наших растений, а также кое-каких способах, которые камфора позволяет нам использовать для борьбы с нежелателями насекомыми в домашнем хозяйстве. В домашнем хозяйстве одной из серьезных проблем зачастую бывают всевозможные моли, которые подъедают наши запасы, вредители запасов, жучки, моли и так далее. Камфора является естественным компонентом камфорного лавра, такое растение с сильным специфическим запахом камфоры. Ну, конечно, теперь уже из лавра никто ее не добывает из растительного сырья, это естественный продукт, но его теперь синтезируют химическим способом. По сравнению с нафталином, например, или с дегтем березовым, камфора является гораздо менее токсичной и может применяться гораздо шире. Хотя густые пары камфоры или систематическое вдыхание камфоры является опасным для здоровья, но в быту с подобного рода проблемами вряд ли можно встретиться. Итак, первый способ применения камфоры. Во всех случаях я буду использовать камфорный спирт с 10 процентной концентрации камфоры. Вот здесь у меня флакончик 40 миллилитров и здесь в составе написано, что камфоры 4 грамма на эти 40 миллилитров. Соответственно, это 10 процентный раствор. Для того, чтобы использовать камфорный спирт с целью предотвращения заражения вредителями запасов наших круп, муки, сухофруктов и так далее, а также изгнать этих вредителей, а лучше всего она действует на моль, но также и на всяких жучков. Способ очень простой. Необходимо взять бумажную салфетку, оторвать небольшой кусочек и тщательно-тщательно смочить этот кусочек камфорным спиртом. Для того, чтобы камфора заполнило как следует парами пространство шкафчиков, где вы храните крупы и так далее, необходимо очень тщательно смочить вот до мокрого состояния вот эту салфетку и разложить по полочкам. Вот такого вот пузырька хватит на двухстворчатый стандартный шкафчик с двумя полочками, то есть с тремя отделениями. На каждое отделение нужно положить салфетку, на которую нужно, на которую надо напитать примерно третьей частью от объема вот такого пузырька в 40 миллилитров. После этого дверцы надо как следует закрыть и оставить там испаряться эту камфору, этот камфорный спирт для того, чтобы изгнать вот эту всевозможную моль и так далее. Эту процедуру надо проделывать примерно каждую неделю три или четыре раза. Таким образом на каждый шкафчик вам понадобится на весь период борьбы с вредителями запасов три-четыре вот таких флакончика. Стоят они совсем недорого, меньше чем пол доллара, соответственно борьба будет безопасный и эффективный. Надо помнить, что пары камфоры довольно хорошо проникают в продукты. Если крупы у вас завязаны в мешочке герметично, то мука, например, или какие-то крахмалы, еще что-то, что находится в бумажных пакетах, надо как следует увязать в полиэтиленовый пакет. Разумеется, перед тем, как выполнять эту процедуру, желательно провести ревизию ваших запасов, обнаружить в каких упаковках имеются повреждения молью, утилизировать эти поврежденные продукты, а все остальное укупорить в полиэтиленовые пакеты и все протравить камфорой. Точно так же следует избавляться от платиной моли в шкафах с одеждой. Для этого на двустворчатый такой, ну более-менее стандартный двустворчатый платиной шкаф вам необходимо будет потратить два вот таких вот флакона камфорного спирта. Точно так же, как следует пропитать бумажные салфетки и разложить сверху, если есть полочка, например, для шляп, там для каких-то вещей и положить снизу. Пары будут проникать повсеместно в одежду и изгонять моль вплоть до ее гибели. Она будет гибнуть. Кроме того, одежда, напитавшись парами камфоры, а камфор никак не повредит вашей одежде вот эти пары, она будет какое-то время репеллентный, то есть отпугивающий для моли. Моль туда уже не полезет. В то же время, если вы одежду вывести на свежий воздух, то буквально в течение двух-трех часов даже просто в комнате эта одежда проветрится и от нее уже не будет идти такой лекарственный больничный камфорный запах. Это очень хорошее, удобное средство, гораздо безопаснее, чем всевозможные подвесочки с инсектицидами, которые в обилии продаются в хозяйственных магазинах. И уж, конечно, это эффективнее ландобалавандового масла. Следующий способ, с помощью которого вы можете отпугивать всевозможных гусениц и вредителей на своем участке, это создание камфортного раствора для полива и опрыскивания растений. Во всех случаях вам надо взять 50 грамм хозяйственного мыла. Можно белое взять, можно коричневое взять. Его надо натереть и растворить в одном литре воды. Когда раствор остынет, надо тоненькой струечкой влить сюда 100-120 миллилитров камфоры и как следует размешать камфорного спирта. После того, как вы получите устойчивую эмульсию мыла с камфорным спиртом, необходимо вылить это, долить до 5 литров воды, ну то есть влить в емкость, где есть еще 4 литра воды. И вы можете использовать этот раствор для пролива ваших грядок от луковой мухи, от морковной мухи, от всевозможных почвенных вредителей. Камфор является абсолютно естественным растительным компонентом, не вредит растениям и не вредит окружающей среде. А вот насекомых отпугивает очень хорошо. Кроме того, камфора может защитить, но если не полностью, то в значительной степени ваш лук и чеснок от такого опасного заболевания, как пераноспороз. Грядки пролитые легонечко, легонечко, буквально вот эти 5 литров надо пролить на квадратный метр посадок. Легонечко пролитые грядочки, они будут хорошо защищены. Вы можете даже зарядить это в пульверизатор и обильно опрыскать почву и частично растения этим раствором для того, чтобы ни пераноспороз, ни мухи не всевозможные, ни минирующие мухи и прочие неприятные насекомые вредители не атаковали ваши посадки лука, чеснока, моркови, свеклы и капусты и других овощных растений. Очень хорошо таким мыльно-камфорным раствором пользоваться в защищенном грунте, в теплице, например, в томатной или в огуречной с целью избавиться от паутейного клеща, а также от цикадки. Цикадка является опасным переносчиком заболеваний, вирусных заболеваний, но также и столбура. Конечно, камфора не изгонит такого опасного вредителя, как белокрылка, однако в защищенном грунте, когда вы обработаете таким раствором ваши томаты и огурцы и закройте теплицу для того, чтобы там внутри создать сильные пары камфоры, белокрылки там будет совсем нехорошо. Это является очень хорошей профилактикой от заселения белокрылки, поэтому после высадки рассады периодически раз 10-12 дней смачивайте бумажные салфеточки камфорным спиртом, развешивайте их по вашей теплице на 12 квадратных метров. Одномоментно вам нужно будет использовать два вот таких флакона по 40 миллилитров камфорного спирта, ну то есть 80 миллилитров на 12 квадратных метров теплицу. Можете смачивать тряпочки, можете смачивать бумажные салфеточки, подвешивайте их на конструкции вашей теплицы, закрывайте вашу теплицу, ну конечно так, чтобы растения ваши не ужарились, делайте там вот такую камфорную баню и многие-многие вредители уйдут от ваших посадок. Между прочим, даже кроты, чувствуя вот эту камфору, не лезут внутрь теплицы и не роют там свои ходы. В крайнем случае, если они пришли к вам, вы можете тем же самым мыльно-камфорным раствором как следует пролить ходы. И медведка, и крот очень и очень не любят вот этого запаха камфоры, а растения реагируют на нее совершенно нормально. Таким образом, использование камфоры в садоводстве, в огородничестве является многогранным, безопасно защищает лук, чеснок, капусту, все овощные культуры, любые плодовые культуры можно обрабатывать таким мыльно-камфорным раствором и проливать с целью профилактики целого комплекса проблем. Обладая дезинфицирующим действием, антисептическим, камфор также защищает и от болезней. Вы можете использовать камфор во всех случаях, когда вы сомневаетесь в том, что вы сможете выдержать период ожидания между обработкой и сбором плодовощной продукции, а обработать надо обязательно. Но огурчики назревают, назревают, назревают каждый день. И как обработать клеща, ну никак, приходит на помощь камфора. Никаких специальных смываний камфора не требуется, достаточно просто тщательно помыть овощи и фрукты под хорошей струей воды. И все, можно употреблять в пищу. Что ж, надеюсь, этот простой рецепт, элементарный, поможет вам избавиться и от вредителей ваших запасов, и от многих проблем, которые преследуют вас в саду и в огороде. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова